В современном отечественном изобразительном искусстве имя петербургского художника Сергея Киселева является одним из самых значимых и востребованных. Он получил известность после того, как вошел в инициативную группу по созданию художественно-просветительского проекта «Среда обитания» и представил серии своих работ. Соединив в себе традиции живописи нихонга или живописи в японском стиле, техники старых европейских мастеров и особую образность, которая граничит с декоративностью, он создал особый мир натюрмортов и своеобразных ландшафтных пейзажей, которые современный зритель воспринял как одни из самых лучших произведений современного искусства. Работы Киселева всегда притягивают зрителей, прежде всего своей образной необычностью и особому отношению к текстуре, к фактуре, к технологии самого произведения искусства. Его очень часто спрашивали, какими техническими приемами пользуется художник, создавая эти очень необычные произведения искусства. Конечно же, своих секретов ни один художник до конца раскрывать не будет, но Сергей Киселев использует те технологии, которые основаны на японских традициях работы с натуральными лаками, смолами, текстурными пастами, особой технологией заливки, контурным письмом и использованием металлических подложек и металлического порошка. Для европейского искусства, особенно современного искусства, несвойственно подобное очень уважительное отношение к поверхности живописного произведения. Для многих художников важнее эмоциональная значимость, переживаемость произведений. Но для Сергея Киселева, это, наверное, одна из удивительных граней его творчества, ремесленная сторона изобразительного искусства очень важна. Его работы необычайно красивы, привлекательны, они декоративны, и их хочется рассматривать. Он создал несколько серий подобных работ, это дома, черные доски, натюрморты, геохронология. И каждая из этих серий несет определенную смысловую нагрузку и определенное превалирование технического приема. Для каждого жанра он использует свой технический навык и прием, который наиболее лучшим образом просвечивает фактуру и суть вещи. Среда обитания – это тот проект, в котором каждый современный художник может заявить о себе со своим стилем, со своим изобразительным языком, без которого в современном искусстве он существовать практически не может. И Сергей Киселев действительно один из тех мастеров, которому удалось найти свой и образный, и технический, только ему присущий изобразительный язык. В собрании нашего музея, к сожалению, только три работы этого очень интересного мастера, принадлежащего к разным проектным направлениям его деятельности. Но прежде всего хочется обратить внимание на его натюрморт из серии «Среда обитания». Суть этой работы в показании особенностей внешней формы предмета. Здесь нет того европейски скомпонованного, подчиненного по предметно натюрморта, каждая вещь отдельно. Здесь за единственным, единичным стоящим предметом выступает суть и ценность самого предмета. Для Киселева важно понимание ритма существования предмета в какой-то обстановке. Он приближает пространство изобразительного холста к зрителю, предлагая ему самому ощутить ритмику жизни и дать оценку тому, что сейчас на данный момент важно, а что нет. Наиболее интересной серией его являются работы из серии «Геохронология», где он наиболее ярко использует знаменитые японские техники работы с заливками, лаками, смолами, текстурными и акриловыми пастами. Здесь он уходит от образности, принятой в европейском традиционном искусстве, более к искусству абстрактному. Но в отличие от классического абстрактного искусства, его полотна вызывают очень часто положительные эмоции. Они вызывают интерес рассматривать, любоваться этими произведениями искусства. И кроме того, он сохраняет удивительную традицию, свойственную именно японскому искусству. Особый дар декоративности. Не случайно, очень многие современные дизайнеры одежды используют вот эти рисунки и живописные полотна Киселёва для воссоздания их на модных дизайнерских тканях для пошиво-эсклюзивной одежды. Но художественная суть произведения Киселёва, конечно, в другом. Он создает особую выразительность поверхности. И именно поверхность со своей красотой, текстурой, фактурой и несёт главную образную суть произведения. В другой работе Киселёва «Кофемолки» из серии «Натюморты» мы видим совершенно иное прочтение поверхности холста. Здесь он использует и европейские лессировки. Но это царство предметов. И это царство оценки. Сам Киселёв уговорил в одном из своих интервью, что для него предмет – это всегда тайна и загадка. И он хочет за внешней сутью этой вещи, за старыми потёртыми кофемолками, увидеть историю, увидеть какую-то эмоцию и прочесть суть этого предмета. Работы Киселёва на выставках всегда привлекают. Они очень яркие, очень красивые. Он необычайно колористический, искусный мастер. Причём его палитра строится не на ярких контрастах, а на соподчинении тональных и цветовых гармоний. И, наверное, в этом и есть главная привлекательность творчества этого удивительного мастера. Киселёв – мастер современный. И для него образность и эмоциональность равнозначны. Поэтому всё-таки более эти работы предназначены для любования живописью, тем самым возвращая живопись к её изначальному значению. Что это не только нагруженные, скажу, какими-то метафорическими или смысловыми вещами предмет, живописное полотно, а это та вещь, которой можно просто любоваться. И особенно в этом плане блестящие его вещи, как я уже сказала, из серии «Геохронология». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова